Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Oblivion. И после двухмесячного среднего перерыва мы возвращаемся в этот дивный мир. Надо сказать, я очень соскучился по этой игре. И насколько я знаю, вы тоже. Поэтому давайте приступать. Я совершенно не помню управление, как здесь, что делается. Но тем не менее, я помню, на чем мы остановились. Мы остановились на том, что решили немножко пройтись по сюжетной линии. То есть нам нужно направляться в коч, который находится где-то вон там, кстати говоря. Дело в том, что там живет и служит в местном монастыре бастард императора. Императора, напомню, убили. И теперь пришла пора найти его бастарда. И слава богу, о нем не знают убийцы императора. Поэтому, судя по всему, особо ничего опасаться не стоит. Но все же надо быть на стороже. Блин, насколько же крутая игра. Я по ней дико соскучился. Просто дичайше вообще. И больше, более того, я раз в 10 опять, наверное, повторю, насколько в игре крутая атмосфера и музыка. Это очень круто. Так, хорошо. И вообще, куда мы идем? Мы идем в коч. Собственно, вот он находится. Сейчас подойдем. Я хочу довольно сильно продвинуться по сюжету, потому что, по сути, мы как начали играть в Обливиан в свое время, так и забили на сюжет, разобрались с заданиями Темного Братства, которые здесь оказались на порядок интереснее, чем задания, соответственно, из Карима, которому тоже вдоль и поперек излазили. Но, по сути, теперь пришло время взяться за сюжет, потому что он, насколько мне говорили, здесь, ну, основная сюжетка тоже довольно крутая. Вечерело, кстати говоря. Но, тем не менее, мы вышли на дорогу. Оп-коп, где-то потерял своего верного Тенегрива. Кстати говоря, хотел сказать, как вы помните, в последних сериях у меня были проблемы с погодой. То есть, я играю, напомню, с модом Ascura Oblivion Overhaul. Это мод, который серьезно улучшает игру. Не просто улучшает, а делает ее в разы лучше. То есть, появляются новые монстры, появляется погода, появляются птички, насекомые. И самое главное, правится игровой баланс. То есть, теперь враги нет такого понятия, как левел кап. То есть, они не подстраиваются под игрока. А то раньше как было? Поднимаешь там уровень, допустим, до десятого. И враги, соответственно, тоже поднимаются до этого уровня и становятся примерно одних с тобой сил. Здесь враги не привязаны к твоим уровням. Можно встретить как очень сильных, так и очень слабых. Ну, в основном встречаешь, конечно, очень сильных. Но, тем не менее, именно этот челлендж и олдскульность, она делает игру в разы круче. Так, куда это мы пришли тем временем за беседами? По сути, нам это не обязательно. Сейчас мы пойдем по дороге, отойдем и... Я думаю... Там уже заночуем. Там, я думаю, будет таверна. Так, а ты кто? Мужчина. Мужчина, вам что? Че мне надо? Че ты хочешь? Ты кто такой вообще? Давай, до свидания. Прилег. Я на того нарвался, пацан. Мальчик с голым пузом. Давай. Ляжь, как говорится. Че хотел? Че подошел вообще? Боевой молот истощение. Если б ты не весил 60 кило, я бы тебя, может, и взял ради 526-ти-то. А так? Не-е-е. Так, верни мои стрелы. Большую часть поломал, похоже, какой-то он был. Так, давайте вытащим его с дороги, а то народ... Ой, страшник идет. Лофт. Лофт не знаем, начальник. Все хорошо. Короче, вот я о чем. С этим модом, который стоит, возникла небольшая проблема при переносе его на новый компьютер. Начинал-то я записывать еще на старом компьютере, который был, ну, не такой мощный, там писали 820p. Перенесли на новый, и, как вы помните в последней серии, начался какой-то пипец с погодой. То есть, через каждые, там, 2 минуты штормило, потом резко становилось ясно, потом опять штормило. Это не прекращалось. Проблему я эту решил, но в итоге у нас, после того, как я решил эту проблему, погода, видите, все нормально, но у меня следил вампиризм. Я не знаю, как это произошло, но, в общем, это даже хорошо. Потому что первым делом я хотел избавиться от вампиризма. Поспеши. Куда? Господи, что им надо? Поспеши. На самом деле, оказывается, что я все хорошо очень даже помню. Управление, то есть пальцы сами легли на те кнопки, которые нужно. Так, стрелы нужно поставить какие-нибудь не такие финдиперстовые. Хотя, в принципе, остальные, какие нам еще нужны-то. Повторюсь сразу, чтобы там в комментариях не писали. Я, по большей части, не собираю крутое оружие, которое, допустим, у того молот был. Я знаю, что его можно хорошо продать, но его ради этого таранить, там, через полкарты, при том, что... Да, ну нафиг. Мне денег хватает. Так, пёсик. Куроку. Чушь ты. Бросаешься-то. Да, ладно. Не все, мой здоровый, так никто будет ланить. Смотри, какой тяжелый. А, давай, давай. Думя руками. Давай. Ай, ты посмотри, какой я не знаю, кирпич съел, что ли? Эм. Чё тебе надо, животный? Ну, хос, ты что ж вы? Ладно. Закрутил, как его. Подружка-то была, что ли? Ну, извини, она первая напала. Хорошо. Так, куда я иду вообще? Всё, я почти дошел. Налево, куда нужно. Направо, куда не нужно. Странное притормаживание. А Блевин, несмотря на прошедшие года, по-прежнему, умудряется тормозить. Это дело очень хорошая оптимизация. Очень хорошая. Ой. Каприз Белли Тора. Что? Я постараюсь в основном не заходить в подземелья. То есть, я буду заходить, если в них мы идем по квесту. Потому что, по большей части, насколько я успел заметить за прохождение, эти подземелья пустые. И искать в них особо нечего. Единственное, туда можно прийти за получением уровня того, кто бежит. А так, в сюжетном плане, эти подземелья абсолютно пустые. Давай. Беги, пока еще есть время. Стражи еще удерживают дорогу. Но это только вопрос времени, когда их сомнут. Ты о чем вообще? Кровь богов. Ты что, не знаешь? Прошлой ночью Дейдра захватили квач. Они открыли сверкающие порталы у городских стен. Врата в сам Обливион. Затем появилась огромная тварь из кошмарных снов. Она перешагнула прямо через стены, изрыгая огонь. Они роились вокруг нее, убивая. Целый город невозможно уничтожить. Иди и посмотри своими глазами. От квача остались только дымящиеся развалины. Мы единственные, кто уцелел. Ты понимаешь меня? Все остальные мертвы. Как тебе-то удалось выбраться? Это Савлиан Матиус. И еще несколько стражников помогли некоторым выбраться. Они пробились наружу через городские ворота. Савлиан говорит, что они могут удержать дорогу. Нет, я не верю ему. Их ничто не остановит. Тот, кто видел это, поймет. Я ухожу отсюда, пока еще не слишком поздно. Они будут здесь с минуты на минуту, уверяю тебя. Беги, пока еще можешь. Оптимистично. Ну, на самом деле, почему мы должны туда идти? Ну, император попросил. Но он нам кто вообще? Кум, брат? Ой, ладно. Слово надо держать. О, как красиво. Это что, лагерь беженцев? Мне так тяжело. Я не могу смотреть на это. Нужно начинать все сначала, с нуля. Что ты хочешь? Что в коче происходит? Поздно ночью, когда все спали, открылись врата в Обливион. Оттуда вышли Дейдры и подожгли город. Много людей погибло, но кое-кому удалось уцелеть. Хорошо. Про Мартина слышал что-нибудь? Если ты имеешь в виду священника, то я не думаю, что ему удалось выбраться из города. Мало кому удалось. Савлиан Матиус, возможно, что-то знает. Он командует городской стражей, которая обороняет этот лагерь. Как он, может, нормальный вообще? Ты найдешь его у баррикады в конце дороги. Он все еще пытается давать отпор врагу силами оставшихся стражников. Понятно. Значит, нормальный. Иди, приставай к кому-нибудь еще. Ты не дерзи. Так, хорошо. Мне повезло остаться вживым. Ох, ненавижу органианцев. Ах, пакость. Так, ладно, быстрее. Там что-то, похоже, совсем нездоровое идет. Конец надеждам. Императорский род прервался. Договор нарушен. Враг победил. Что за договор? Род императоров прервался. И боги позабыли о нас. Где наше благословение? Где наша защита? Где наши боги? Враг торжествует. А мы погибаем в одиночестве. Хорошо. Ладно. Подожди. То есть считается, что я вампир? Все равно, что ли? Оставь меня в покое. Я вроде не вампир. Почему люди ко мне так плохо относятся? Что происходит вообще? Ладно, пойдем. Ну, может, они ко мне плохо относятся, потому что я играю персонажем, который далеко не самая приятная личность. И во всем ищет выгоду для себя, в первую очередь. Ой-ой-ой, что-то это не к добру как-то все. Надо поспешать. Стрелу надо купить. Тридцать три стрелы, это несерьезно. Ой, бегите. Зверюшки. Офигеть, это что-то совсем нехорошее. Фонареть. Давай топим, топим, топим. Ой-ой-ой, ты посмотри, это что это такое вообще? Я тебя не бою, умри, тварь. Это делается вот так, ребята. Держись подальше. Тебе здесь не место. Немедленно возвращайся в лагерь. Что вы будете делать? Единственное, что нам остается. Мы попытаемся удерживать наши позиции, и вот и все. Если мы не сможем удержать баррикаду, эти твари пойдут вниз и сомнут лагерь. Я должен попытаться защитить тех немногих гражданских, что еще остались в живых. Это все, что я сейчас могу сделать. Помощь нужна. Ты хочешь помочь? Ты шутишь, да? Ха, но если ты серьезно, возможно, я найду тебе применение. Но ты, скорее всего, погибнешь. Ты действительно хочешь помочь? Да нет, пожалуй. Вот до чего дошла империя. Я сомневаюсь, что другие города пошлют нам помощь. В наше время каждый сам за себя. Ну а че мне? Какая моя выгода вообще в этом? Мы же отыгрываем циничного такого персонажа. Про Мартина слышал че? Ты имеешь в виду священника? Последний раз я видел его, когда он вел группу людей к часовне Акатоша. Если ему повезло, он теперь заперт там вместе с остальными. По крайней мере, там пока безопасно. Если же нет... То ему край. Я понял. Так, сейчас, секунду. Извините, я уронил семечки. Ой. Прощай. Прощай. Я пошел своим путем. Ну то есть можно им помочь, но... Ой, это какая-то... Ребята, займитесь ей. Зачем мне это нужно? Ой, какая пакостная пакость. Не думаешь, я... Так, ладно, кто тут им поможем, да? Ох, ты посмотри на эту кратность. Тебе вы осеред was she? Д甘huh. Пов handhelds. Уeah. Бегите. Так, хорошо, скрытный сдает свои клады Пока что, на самом деле, я думал, будет все гораздо сложнее Но они огребают, потому что, видимо, я пришел сюда сильно позже начала игры Так, мне нужно, что у меня, Мартин, находится Вот мое основное задание Часовня Офигеть, этому городу просто конец Собака, ты горишь Блин, я забыл, после Скорима очень трудно переучиваться Там стрелы летят практически по прямой Здесь стрелы летят по параболе То есть более реалистичны Там тоже не по прямой, но там совершенно по-другому это все устроено Хорошо, что-то здесь как-то совершенно не круто Где собака-то? А, вот она, адская конча Я думаю, что она горит Шла собака мимо квотча Видит, квотч горит Дошла и сгорелась Так, хорошо Ты меня видишь, что ли? Жуткая тварь Ой, какая Ну, судя по всему, не такая опасная в одиночку Ой-ой-ой Дождь еще пошел Соблазнительница Ну, выглядишь ты не очень соблазнительный на самом деле Ой, на самом деле, слово на самом деле меня уже раздражает Я его так часто использую, что это ненормально Привязалась Не помню, откуда Так, хорошо Надеюсь, здесь у людей все в порядке Как там дела? Мы уже начали опасаться, что мы единственные, кто остался в живых Мартин здесь? Брат Мартин? Да, он вон там Он привел нас сюда во время всего этого хаоса Мы обязаны ему жизнью Что вообще в городе происходит? Это случилось так быстро Все, что мы могли сделать, это собрать уцелевших И попытаться отвезти их в безопасное место Враг был куда сильнее нас Красотка Удачного тебе дня Это как минимум странно Желать неудачного дня Учитывая, что за дверью творится просто армагеддон какой-то У тебя либо очень плохое чувство юмора Либо... Либо... Ладно Удачного тебе дня Ой, капец Временами это выглядит так странно Так, хорошо Когда подоспеет помощь Мы здесь в ловушке с тех пор, как Дейдра захватили город Пойдем со мной Тебе грозит опасность Конечно, мне грозит опасность Но я нужен здесь Я не могу уйти Вряд ли тебе бы пришло в голову пробираться сюда, рискуя жизнью Чтобы сказать мне что-то, что я уже знаю Кто ты и чего ты хочешь? Ты Мартин, правильно? Священник? Да, я священник Тебе нужен священник? Я не думаю, что смогу сейчас чем-то особенно помочь тебе У меня сейчас некоторые проблемы с пониманием божественного промысла Если все это часть божественного плана То я определенно не хочу иметь к этому никакого отношения Бог или нет, нам нужна твоя помощь Если ты хочешь обратиться ко мне за помощью Ты глупее, чем кажешься на первый взгляд Оглянись вокруг Что тут может сделать священник? Ты сын Уриэля Септима Императора Уриэля Септима? Ты думаешь, что император мой отец? Нет Ты, должно быть, принимаешь меня за кого-то другого Я священник Акатоша Мой отец был фермером Император знал, что ты в опасности Император? Тебе довелось говорить с ним перед его смертью И он велел тебе найти меня? Зачем мне лгать тебе? Я не знаю Это все странно Возможно, ты действительно говоришь правду Но что это все значит? Что тебе нужно от меня? Поднем со мной в приорат Вейдон Нет, извини Но даже если то, что ты говоришь, правда Я не оставлю этих людей на произвол судьбы Я пойду с тобой, когда мы все вместе сможем выйти отсюда Ну, хорошо Слушай, мне нравится этот парень В нем стержень есть Он крутой Из него получится хороший император Но у нас проблемы, видимо, со всем дерьмом, которое тут происходит Придется разбираться мне Потому что сам он, как я смотрю, воевать не особо хочет Но говорит, что пока с этим совсем покончено не будет Он отсюда не уйдет Ладно, давайте посмотрим Мне нужно помочь Савляна Матиуса прорвать оборону Квотча Пойдем, что ж Что ж поделаешь Это все запах дыма и чего-то горелого И еще чего-то похуже В руинах Так, хорошо Не, ну здесь, конечно, просто какой-то филиалада Так, подожди Что я делаю? Мне нужно Сюда? Обратно? Хорошо Я так чувствую, мы сейчас пройдем в Обливиан Особо выбора у нас нет Нужно с той стороны устранить проблему Офигеть просто Так, человек в опасности Ты кто? Да постой ты, елки Сюда Слава девяти Я уже не надеялся увидеть лицо друга Остальные захвачены Их увели в башню Все в порядке Что здесь происходит? Капитан Матиус послал нас сюда, чтобы мы попытались закрыть эти врата Мы попали в засаду И оказались в ловушке Почти всех нас перебили Мне удалось ускользнуть Но остальные застряли за этим мостом Враги схватили Мэньена И отправили его в большую башню Тебе нужно спасти его А я сматываюсь отсюда А ты храбр Так, ну ты для меня просто будешь грузом Поэтому Ладно, беги Капитан все еще удерживает баррикаду? Я думал, я единственный, кто остался в живых Хорошо Я попытаюсь выбраться отсюда И рассказать капитану Что здесь происходит Пока Чуть не убили парня, да? Так, ну и что? Давайте на этом, наверное, закончим на сегодня Я очень рад вернуться в эту игру И то, что происходило в этой серии Это было Япона, мать Как я это проглядел Это было реально круто То есть Сюжетка здесь Пока что очень сильно доставляет И я думаю, мы некоторое время Подвигаемся по ней То есть В следующей серии мы будем двигаться по Обливиану Я так понимаю, что здесь Довольно много мест, куда я могу пойти И это очень круто Надеюсь, вам понравилось Надеюсь, вы рады возвращению в этот мир С вами был Артур Увидимся Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok